В доме номер 14 по улице Дружбы в минувшую пятницу появилось объявление. В нем сказано, что в доме нашли очаг заболевания корью. За комментариями мы обратились в районную больницу, где нам сообщили, что 23 января в педиатрическое отделение поступил ребенок с предварительным диагнозом ларинготрахеид. Это воспалительное заболевание. Ребенок был госпитализирован. А 24 января уже в инфекционное отделение снова поступил ребенок с подозрением на заболевание корью. Заболевшие дети оказались родственниками. В настоящее время два ребенка с подозрением на заболевание корью находятся в инфекционном отделении. Почему подозрение? То есть для того, чтобы окончательный диагноз выставить действительно ли это корь, нам нужно лабораторное подтверждение. Материал для диагностики направлен в областной центр гигиены и эпидемиологии Московской области. То есть мы ждем сейчас от них ответа, есть заболевание корью или нет. С 26 января дом номер 14 по улице Дружбы относится к категории эпидемиологического чага. Ирина Бахарева, участковая медсестра, уже обошла два подъезда. С опросом, делали жители прививку от кори или нет. Здравствуйте, я ваша участковая медсестра. Да. У вас в доме очаг кори. Ну и чего? Чего мне нужно сведения о прививках, если вы привитые, то нужна серия номер или вы должны привиться. Но привиться вы можете в 415 кабинете, в прививочном у нас районной больнице. Да я читала. Ну вот. Когда прочитали объявление, было повешено объявление на каждый подъезд, что в нашем доме болеет человек корью. Нужно сделать прививки, обратиться в ЦРБ. Но дело в том, что мы как вот постояли, собрались с пенсионерами, постояли, что же делать, делать или не делать. Если вы согласны, то значит в удобное для вас время вы это можете сделать. Либо вот в поликлинике, а то может врач прийти на дом. А на дому могут сегодня прийти, сделать вечером? Как вы? Да нет, подумаем. Первоначальный источник кори был обнаружен в Люберцах. Именно там заболевшие дети гостили и заразились. Ориентировочно в Люберцах заболело 6 человек. В Сергиевом посаде риск заболевания ниже, отмечают врачи. Но советуют не рисковать здоровьем. И если люди не помнят, делали им перевивку или нет, пройти вакцинацию. Люди проинформированы и приходят на вакцинацию. У них уже было два посещения. Брат с сестрой приходили, они из этого дома узнали, что такое в доме у них происходит. И они пришли на вакцинацию сегодня. По словам медиков, прививка от кори гарантирует наличие иммунитета. Жители дома номер 14 по улице Дружбы могут пройти вакцинацию в районной поликлинике. Кабинет номер 415. Но пока люди идут неактивно. Полина Иноземцева, Михаил Кирсанов. Программа События.